МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма. Здравствуйте! В эфире программа Патруль. С вами Александр Петрушин. В сегодняшнем выпуске свадебные кортежи, пьяные водители и интернет-обзор самых обсуждаемых происшествий за неделю. Поехали! Суицид или убийство? В минувшие дни в социальных сетях появилась информация о том, что из окна одного из многоэтажек по улице Чульдом-Кызыла выпал молодой человек. По предварительным данным установлено, что причиной смерти 18-летнего молодого человека стала неразделенная любовь. По данному факту, следственными органами Следственного комитета России по республике Тывань замедлительно организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, опрашиваются лица, которые обладают какой-либо информацией по данным происшествиям. Для установления причины смерти молодого человека назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессальное решение. В Туве выскочившая на дорогу косуля стала причиной ДТП со смертельным исходом. Вечером 24 июня в дежурную часть полиции Кызыла поступило сообщение о ДТП. Предварительно установлено, что 30-летний кызылчанин сбил внезапно выскочившую на дорогу косулю. Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате ДТП водитель авто погиб на месте, трое пассажиров были доставлены в РЕС-больницу с различными ранениями. Газавтоинспекция напоминает водителям транспортных средств, что пункт 10.1 правил дорожного движения гласит, водитель должен ввести транспортные средства со скоростью, не превышающей установленные ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства. Дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения, скорость должна обеспечить водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований правил. При возникновении опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. Дорожные и метеорологические условия Дорожные и метеорологические условия и подвергнуть опасности свою жизнь и жизнь пассажиров. Каждый день задерживают десятка нетрезвых водителей. Сколько молодых в жизни удалось спасти, а сколько нет. Рано или поздно каждый нетрезвый водитель приводит к смерти. Всегда. Знаете, какое ДТП носит больше всего жизней? Выезд на встречную полосу. На дороге нет сильных или смелых, есть лишь умные и глупые. Не мамины руки и не мягкая игрушка, а только детское удерживающее устройство способны сохранить жизнь вашему ребенку в случае дорожно-транспортного происшествия. Дайте автокреслу шанс спасти вашего малыша. Казалось бы, автокресло – это мелочь, но эта мелочь имеет огромное значение. Наибольшую опасность представляет собой автомобиль, который едет быстрее, чем способен думать ее водитель. Помните, беда редко приходит на скорости ниже 60 км в час. Чтобы быть в памяти детей завтра, нужно быть в их жизни сегодня. Взрослые, помните, вы явились на свет без запасных частей. Причиной ДТП не всегда становятся водители. Бывают случаи, когда сами пешеходы бросаются под колеса авто. В минувшие выходные пьяный пешеход спровоцировал аварию. В полицию позвонил сам водитель. Остановил проезжавшую мимо карету скорой помощи. Медики предварительно установили, что у пешехода черепно-мозговая травма, перелом бедра и травмы грудной клетки. На месте событий полицейские установили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения переходил дорогу в неположенном месте и выбежал навстречу иномарке, повредив ее и получив телесные повреждения сам. Лето – пора свадеб. После того, как жених забирает свою любимую из дома, вся процессия, объединившись, едет в ЗАГС, а оттуда – на так называемые покатушки. На всех этих этапах гости рассаживаются по украшенным машинам, образуя свадебный кортеж. Приметы и суеверия нужно соблюдать, чтобы дорога совместной жизни была ровной и благополучной. Но помимо примет есть еще правила дорожного движения, которые, к сожалению, в отличие от суеверий, многие не соблюдают. Сигналить о своей свадьбе – традиция 90-х. Однако правила дорожного движения четко прописывают ситуации, в которых можно применять звуковой сигнал. О свадьбе там не сказано. А если быть точнее, подающая звуковой сигнал транспортное средство привлекает внимание других водителей и в то же время отвлекает их от руля. И это – прямой путь к ДТП. В последние годы молодожены взяли привычку высовываться по пояс из люков и окон машин. В таком случае инспектор может составить сразу два протокола. Во-первых, очевидно, что торчащие пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности. Во-вторых, сам факт торчащих из машины молодоженов может быть воспринят инспектором как перевозка людей вне кабины автомобиля. Наказание – от 500 рублей. И, увы, встретить трезвую свадьбу на наших дорогах практически невозможно. И пусть большинство автолюбителей предпочитают не пить за рулем, но все же в поле зрения инспекторов ДПС попадают и хмельные водители. Наказание для пьяных автомобилистов известно всем. Лишение прав на срок от полутора до двух лет с начала осени закон станет еще беспощаднее. Куда встали? Где? Клюк, а? Ну, какой вошелый спички? В минувшую пятницу в Тоджинском районе недалеко от местечка Устудерликхоль инспекторы Министерства природных ресурсов и экологии Тувы во время авиапатрулирования обнаружили группу браконьеров, промышлявших охотой и рыбалкой в период действия запрета на эти виды деятельности. У горе охотников изъяты сети и оружие, а также разделанная туша самки Морала. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело незаконная охота. Нанесен крупный ущерб охотничьим ресурсам. Стоимость самки Морала оценивается в 70 тысяч рублей. На остальных наложены штрафы за нахождение в лесных массивах в период действия особого противопожарного режима в республике. На этом выпуск программы Патруль подошел к концу. И в заключении я напоминаю наши контакты. Адрес электронной почты и телефоны редакции на ваших экранах. Смотрите программу Патруль также на ютуб-канале Тувинская единая служба информации. Теперь точно все. Берегите себя и своих близких. До свидания. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова